Пеленание и туалет новорожденного. Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем, как делать текущий туалет младенца. Ребенка подмывать нужно часто, после каждого акта дефекации. Для этого мы берем его на ручки и струей теплой воды аккуратно обмываем половые органы ребеночка спереди-назад. Особенно это актуально для девочек. Потом мы кладем его на заранее разложенные пеленки. Надеваем распашонку. На столе у нас уже лежит фланелевая пеленочка, тонкая пеленка. Тонкая пеленочка, сложенная косынкой, треугольничком. И на ней лежит марлевый подгузник. Как правило, мамы пользуются одноразовыми подгузниками и прекрасно с этим справляются. Но сегодня мы покажем еще и, как пользоваться марлевыми подгузниками. Марлевый подгузник запускается между ног ребенка. Прикрывается сначала левым углом, потом правым уходит за спинку малыша. И нижний конец пропускается между ножек. Получается, ножки малыша несколько раз двинуты. Это очень актуально. Широкое пеленание рекомендуется и педиатрами, и ортопедами. Оно помогает для формирования тазобедренного сустава. Затем он заворачивается в тоненькую пеленочку. Точно так же назад. Расправляю аккуратно все складочки. Левый угол, потом правый. В конце расправляется пеленочке. И заправляется так же назад. А сверху во фланелевую пеленочку заворачиваем его вместе с ручками. Не слишком туго, но это бывает полезно, когда ребенок уходит в ночной сон. Даже сейчас он у нас зевнул, когда мы заворачиваем его во фланелевую пеленку с ручками. Вот так правильно пеленать ребенка.